Но наша программа больше интересна для людей, которые имеют хотя бы базовое компьютерное образование, либо которые закончили также экономические специальности, но имеют хотя бы навыки компьютерной подготовки. Объясню почему. Потому что наша программа называется «Бизнес-аналитика и информационные системы в предпринимательстве». Эта программа стартовала в прошлом году первый год. У нас первый набор уже сделан. И это программа, которая объединяет усилия двух университетов, нашего университета и Высшей школы экономики и менеджмента в публичном администрировании в Братиславе. Это коммерческая школа. Она входит в пятерку ведущих коммерческих школ лидеров Словакии. И так как сейчас в Европе очень большой популярностью пользуются не только строго программисты, программисты тоже очень пользуются, но сейчас работодателям, европейским и нашим в том числе, нужны люди, которые совмещают в себе компетентность двух направлений. Это компьютерные технологии, информационные технологии и экономика. Именно отсюда возникла как раз наша программа. Вы видите перед собой о том, что здесь как раз и описано, почему возникла потребность формирования столь такой междисциплинарной программы. Еще раз хочу раз подчеркнуть о том, что действительно в Европе сейчас наблюдается некоторый разрыв между людьми, которые имеют строго программные абилити, способности, компетентности, и людьми, которые могут работать с информацией, могут искать информацию и применять ее после компьютерной информационной обработки в системах поддержки принятия решений. Основными преимуществами нашей программы, вы видите, это прежде всего, это программа двух дипломов. Вы получаете тоже диплом европейского образца по нашей магистрской программе «Бизнес-аналитика информационной системы предпринимательстве». И у нас вы получаете диплом компьютерной науки. То есть в данном случае это очень удобное сочетание для людей, которые в дальнейшем пытаются связать свою жизнь с работой, может быть, в антикомпаниях, или могут быть открытые стартапы, которые будут связаны с экономикой и обработкой больших массивов информации информационными системами. Вы видите о том, что в данном случае эта программа предполагает, что вы будете получать еще и дополнительные знания вне ваших дисциплин, учебных дисциплин, которые вы изучаете в рамках наших учебных планов. То есть вы можете получить дополнительные, например, сертификаты по какому-то языку программирования или по какой-то оболочке программирования. Сразу хочу сказать, что это люди не только которые основаны, или ориентируют свое будущее связать с собственным программированием, то есть написанием каких-то джава-скриптов, например. Но это и люди, которые связаны с оптимизацией сайтов, с продвижением продуктов, с и ленингом, и продажами и так далее. Дальше еще в качестве преимуществ программы – это то, что у вас идет гарантированное обеспечение прохождения стажировки в ведущих европейских и словацких компаниях. И, как вы видите, изучение углубленное английского и словацкого языка, потому что наша программа при заключении контрактов, она и при подписании договоров, она ориентирована на преподавание на трех языках – украинском, английском и словацком языке. И вы видите, что еще одним преимуществом нашей программы заключается в том, что мы очень тесно работаем с ассоциацией IT-компаний Словакии, и мы гарантируем вам первое рабочее место в Европе. Это крупнейшая IT-компания, то есть у вас будет CV начато с очень крупной компанией. Кто когда-нибудь оформлял CV, тот понимает, что очень важно вот это вот места продвижения, прохождения ваше. То есть вы в следующий раз даете, например, информацию о себе в другие компании, то они очень хорошо смотрят по опыте вашей работы. Наши партнеры, вы видите, это ассоциация IT-компаний Словакии, с которыми мы очень тесно дружим, и Министерство иностранных и европейских дел Словакии, то есть достаточно высокий уровень. Наша программа является одной из программ государственной поддержки развития IT-отрасли в Словакии, поэтому у нас есть определенные преференции. Вы видите, организация учебного процесса, она достаточно стандартная, очень похожа на всех коллег, которые только что анонсировали свои программы. То есть первый год вы учитесь в рамках нашего университета, преподавание ведется на английском, преферентно, да, и украинском языках. После окончания нашей программы вы переходите на второй год обучения, имеется в виду в стенах нашего университета, вы переезжаете в Словакию, в Братиславу, это столица, и там заканчиваете курс обучения в школе экономики и менеджмента в публичном администрировании. Я сказала о том, что одним из наших компаньонов и гарантов продвижения нашей программы является ассоциация IT-компаний Словакии. И на этом слайде вы видите все те преференции, которые я в мае месяце была на переговорах с этими представителями, с председателем этой ассоциации, и мы уже на уровне договора прописали все те преференции, которые мы будут обладать и которые уже обладают студенты нашей программы. Я вкратце сакцентирую на некоторых вещах. Первое, если вы заканчиваете первый курс обучения на нашей программе со средним баллом не ниже 74, то вы получаете, как здесь написано, единовременную помощь от IT-компаний 350 евро. Почему 350 евро? Это по сути стоимость обучения контрактного у нас в Украине. Затем вы проходите производственную практику. Сейчас наши ребята как раз отбывают на производственную практику. С понедельника у них она начинается. Производственная практика проходит, я как и сказала, в крупнейших IT-компаниях, где проходит собственно селекция наших выпускников. Уже конкретно IT-компания будет отбирать тех кандидатов, которые она хочет видеть в своих стенах. Следующее, проезд, проживание на время перелета доброй или проезда до Братиславы и обратно на стажировку. Это берет все затраты на себя, ассоциация IT-компаний в Словакии. Затем в сентябре месяце у наших студентов будут выходные дни, вакейшн. И начиная с 1 октября стартует второй год нашей магистрской программы в Словакии. В этом случае вы уже попадаете под категорию студентов, которые могут работать. Поэтому на фоне обучения, которое будет проходить, 5-дневного обучения в стенах высшей школы, вы будете обладать возможностью 20 часов еженедельно работать в тех компаниях, на которых, наверное, вы проходили практику. Ну, по крайней мере, такая вот целевая установка у нас есть. Начиная с момента пребывания в Словакии, ассоциация IT-компаний поддерживает вас не только оплатой полностью проживания, а это не ниже 120 евро в месяц, но и еще так называемая, как хотите назовите, pocket money, стипендия, 200 евро ежемесячно. За успешно пройденный курс обучения. То есть означает, это не означает, что вы будете ждать эти выплаты до момента, когда вы успешно сдадите. Просто они предполагают о том, что вы будете, в общем, успешно работать. И поэтому эти все затраты IT-компании, руководство IT-компаний, они считают, как свои риски, которые они готовы вложить в наших студентов, даже невзирая на то, как дальше у вас может сложиться отношение с IT-компанией. Ну, вы отлично понимаете, да, оплата дополнительных курсов языковых, в том числе словацкого языка, или же, например, сертифицированных курсов, ну, например, по Python или по Java, или по другим информационным оболочкам, это тоже берет на себя ассоциация IT-компаний. Но вы отлично понимаете... Правильно, я подвожу к этой мысли. Вы отлично понимаете о том, что в среднем, когда мы считали калькуляцию вложения средств словацких предпринимателей в наших студентов, и не только в наши, кстати, приблизительно это выходило около 80 тысяч евро на человека. За эти все преференции, после успешного окончания нашей программы, вы гарантированно устраиваетесь на работу в ту же компанию, и два года должны отработать без возврата суммы вложения в вас средств. Я подчеркиваю, это не означает, что у вас из зарплаты будут удерживаться эти суммы, которые предприниматели выделили на обучение и на ваше продвижение. Это они считают как риски. Два года вы должны проработать, это даже не то, что должны. Это для вас уникальная возможность проработать в крупнейших IT-компаниях Европы. И, как я уже сказала, стартануть в вашем СВ с очень хорошего места работы. Что вы должны сделать, и кто может быть слушателем нашей программы? Это очень важно. Я сказала о том, что это не только студенты IT-специальностей, то есть компьютерных наук. Это могут быть и экономических специальностей, но с базовым уровнем программной подготовки. У вас должны быть знания, которые вы могли бы использовать при сдаче наших профессиональных дисциплин. А профессиональные дисциплины в магистратуру идут по компьютерным наукам. Я вам хочу сказать, что в этом году ко мне подошла мама, приходила с девушкой, которая приехала из Луганска, но у нее она сама лингвист, то есть она хорошо знает английский, французский, немецкий языки. Я у нее спросила, говорю, вы спрашиваете о нашей программе, насколько вы можете претендовать на это в хорошем смысле слова. Она сказала, вы знаете, Елена Анатольевна, я пошла на курсы Java языка, и я собираюсь за летние месяцы принять базовый уровень Java и попытаться все-таки участвовать в отборе на вашу программу. Вы видите о том, что необходимо подать документы, это стандартный. Я думаю, если здесь перед нами сидят наши выпускники-бакалавры, то вы наверняка уже что-то сделали. Сдать магистрские экзамены и пройти собеседование с представителями IT-компаний. Мы действительно в этом году уже подготовили встречу такую и ожидаем, что в конце июля у нас приедет большая делегация представителей IT-компаний, это и Раши IT-компаний, которые будут, по сути, ну, скажем так, проводить предварительную селекцию наших студентов для того, чтобы они уже с первого года обучения на программе могли так или иначе контактировать с людьми. Может быть, предоставлять им какой-то дополнительный там заработок в виде подработки на удаленном доступе или еще что-то. Я не знаю по этому поводу, поэтому обещать ничего не могу, но вот такая процедура. Вы видите QR-коды, вы можете более детально узнать о нашей информации, о нашей программе. Ну и последний слайд – это наше руководство со всеми контактными данными.